Как стать дипломатом без денег и связей? У них есть такая возможность, благодаря знаниям и огромному желанию. Ведь сегодня им вручают не просто направление на обучение, а шанс получить профессию дипломата. Основная задача конкурса – найти одаренных, хороших, достойных ребят, которые интересуются международными отношениями, которым не безразлична судьба нашей страны и которые в дальнейшем хотели бы свою жизнь связать с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Сначала эссе «Почему хочу стать дипломатом», затем размышления о европейском направлении внешней политики России. И самое важное – представить себя на собеседовании на русском и английском языках, так чтобы у комиссии не осталось сомнений. Но все трудности уже позади. Трое будут учиться в университете имени Лобачевского по специальности международные отношения, а остальные в лингвинистическом по специальности зарубежные регионы ведения. Я думаю, в первую очередь стоит поблагодарить всех ребят, которые участвовали. Именно их стремление и создание здравой конкуренции побудили меня развиваться в плане дипломатических отношений, выявили больше мой интерес к ним и позволили, возможно, победить. С раннего возраста мечтала обучаться на факультете международных отношений, но для меня стало большим сюрпризом именно то, что я получила такую специальность и могу развиваться в политическом смысле и, может быть, стать политиком. Представлять и защищать интересы своей страны и соотечественников в другом государстве – основная задача дипломата. Так что работа эта нелегкая, хотя и интересная. Переводческие факультеты принимают участие второй год в данном конкурсе, но мы довольны своими студентами, которые у нас в этом году отлично закончили сессию, перешли на второй курс, уже проходили практику в департаменте иностранных дел, также в торгово-промышленной палате, поэтому надеемся, что в этом году тоже покажут хороший результат. Познакомились с будущими дипломатами Виктория Кузьмина и Василий Низов. Объективно. ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok